Всем приветулечки, приветики, привитяшечки! По поводу ухода Насти Валинской и Лёши Кудряшова. Только что увидела пост Лёши. Жалко очень, что ребята решили уйти, приняли такое решение. Но это было очевидно, что, во-первых, они помирятся, это я говорила ему в лицо, и, ну, Насте говорить было понятное дело, это было её желание. В истории у вас чаще всего про кого-то так возбуждённо говорил? Здрасте, приплыли. Про Лизу. Я же отметила Лизу Трианда Фелиди там. Вот. Я не знаю по поводу Кристины, придёт она или не придёт. Вчера... Спасибо большое. Вчера мне в Дирик написали, зачем вы просите, чтобы вам задавали вопросы, если вы на них не отвечаете, вы же прекрасно знаете, что Кристина придёт, ну, на проект. Я как бы была в шоке. Если так утвердительно мне это говорят, зачем меня спрашивать об этом? Я реально не знаю. Благодарствую. Да, Захар с Яной вместе, конечно. Они поругались. Так вот. Здрасте. Нет, я не крашусь. Мамсён, здравствуйте, мы у вас в ТикТоке ждём. Я вообще не понимаю, что это такое ТикТок и зачем он нужен. Кстати, на меня ТикТок подписал Лиз. Это кто такие вообще? Объясните мне, как прошёл выходной. В субботу был один выходной, прошёл прекрасно. Встала в семь, рванула по делам. В общем, всё хорошо. А это правда, что к вам идёт Динара некая из... Понятия не имею. Захар с Аней? С какой Аней? Алтай, привет. Причёсочка моя любимая. Пять минут. Хрясть-хрясть и готово. Потрясающе вообще. Кудри. Кудри в разлёт. Улыбка летит. Где ТикТок? Как к ним подписаться? Ну, здрасте. Ну, вот это вот ТикТок. Проливали. Екатеринбург, огромный вам привет. Привет у нас, друзья мои, прямой захороните. Понятно. Спросить сегодня у Ёси, что такое ТикТок, он вам объяснит. Хорошо. Мальчик мой, Ёсенька-малыш, котёнок мой ненаглядный. Так, если не секрет, из-за чего попытались Захар и Яна? Днепр, привет. Благодарствую. Друзья мои, значит, у нас на улице фоточки со свадьбы так и остались. Как там наш Сорок? Сорока же у здоров. А Ёсик в ТикТоке уже звезда. А в ТикТоке сколько подписчиков? Может, я не в тот ТикТок заходила? Как подписаться на ТикТок? Ну, я не помню, там заходите. Там, по-моему, сейчас даже реклама идёт в ленте. ТикТок, привет. Правда, что Кудряш ушёл? Ребят, я откуда знаю? Сейчас открыла Инстаграм. Вы кем работаете? Значит, открываю Инстаграм. В ленте высветился Лёшенька Кудряшов с заявлением. Что это вообще такое? Я так понимаю, что ТикТок это у Ёси 115 тысяч подписчиков там. Я не понимаю, что это такое. У Ёси что, другая страница образовалась? Что думаете о Толочке? Недолго он ещё будет за счёт СССР ярчить. Толочкиного уже как две недели на проекте нет. Я не знаю по поводу Лисковец. Вы что, ребятки, прикалываетесь? Федя 1. Подождите, что такое ТикТок? Это отдельная соцс... А-а-а! Я еле-еле Инстаграм разобрала. Вы хотите, чтобы я ещё теперь ТикТок разбирала? Что это такое? А-а-а! Понятно. Это отдельная соцсеть. Ёси-ка что, себе вторую соцсеть подключил? Трынгец ему. А-а-а! Понятно. Так, подождите. А Ёси только недавно подписался и у него уже... Ну, недавно сделал. У него уже там 115 тысяч подписчиков. Почему не выгоните кого? Почему не выгоните кого? Григорьевских? А-а-а! Вы смотрели, ББ? Потрясающий был эфир сегодня. А-а-а! А что там? Только приколы можно выставлять или ещё что-то? Инфо никакой нет там. Не болейте. Я не болею. У меня кондёр вон надул. Я же с кондёром до сих пор сплю. А-а-а! Так, мальчик мой приедет. Я у него спрашиваю, что это за тикток и что там делать надо. Там, наверное, надо ржачные эти выставлять, да, видео. А реклама есть там? Там Ёсенька случайно ничего не рекламирует, котёнок наш, мальчик мой. Понятно. Итак, дорогие друзья, и реклама есть? Ёска там что-то рекламирует? Меня только это волнует. Странно. Ольга Рапун, чё он там рекламирует, Ёсенька? Ну-ка, давайте поделитесь со мной. Ой, я... Ага. Ладно, сегодня он приедет, я ему вставлю. Это всё херня, что люди пишут, там нет его рекламы. Сдали Ёска с потрохами. Котятки, молодцы. У меня кругом партизаны. Кругом. Итак, дорогие друзья. Погода на улице отвратительная. Я на мою сушь подписалась, тебе тут понятно. Расскажите, пожалуйста, у Захары и Яны очень серьёзно всё. Конечно, он скоро будет предложение ей делать. Захары и Яны вместе, да. Я ничего не могу рассказать, друзья мои, по поводу Стацевят. Она же на островах. Всё приходит, всё кто-то просто... Не несите бред, Ёси не выставляет, он там танцует. Дагестан, салам. Почему... Здравствуйте, почему не отвечаете в директ? Здравствуйте. А вы что-то мне писали, да? Ташкент, привет. Кудряшов ушёл. Ребята, вы меня спрашиваете, Кудряшов ушёл. Вы видели его пост? Сегодня, я так понимаю, тема дня Кудряшова-Болинская. Что вы там не писали, милый мой? Я извиняюсь. У нас на улице, значит, холодно. Три градуса тепла. Вчера у нас был мерзкий, мерзкий снег. Благодарствую. Федя и Кристина, какие новости там? Никаких. Марина и Рома были на шоу вчера, конечно. Вчера же был отборочный. Здорово, в Дагестане. Все едем в Дагестан, в тепло. Итак, дорогие друзья, служебный роман. Давайте уже на как Йоси запрещать. Я ничего никому не запрещаю. По контракту, ребятам, нельзя рекламу ставить. Конечно, свадьба будет у Шабаринах. Естественно, они же улетают все на острова. Андрюшенька, мальчик мой ненаглядный. Сегодня придет, я что-нибудь сниму с ним. Котенок мой малыш. Так, в Кемерово 20... Да. Прекращайте меня расстраивать. Лучше к нам в Краснодар в гости. Значит, тема служебный роман, ребятки. Покажите ваши часы, пожалуйста. Вообще странно. В Омске 21, в Москве 3. Я думала, в Омске холоднее всегда, чем в Москве. Ну, ладно. Итак. Служебный роман «Кому на Руси жить хорошо». Давайте, рассказывайте, у кого были какие романы. Снимите видео с Захаром и Яной. Я миллион видео снимала у меня в сторис, только одни точечки были с Захаром и с Яной. Таня и Витя Литвинов развелись. Да, развели. Подали заявление же. Витя же, в прямом эфире у меня это говорил. Вы что, ребятки, котятки, рыбки вы мои ненаглядные. Вы чем слушаете? Где вы ходите? Так. На вас смотришь? Вам все ребята нравятся? Нет? Да, у меня все любимые мои. Понятно. Здорово. Господи. Почему вы выдумываете всякую ерунду и дребедень? Привет, Волгоград. Так, рыбки мои. Служебный роман. Тема. Приветики. Привет, привет. Привет, привет, Андрей. Привет. Привет, Андрей. Эфиры посмотри. Да. У меня сосед же... Вот. Прекрасно. Чита. Привет. Как жаль, что Таня и Витя на развод подали. Да. Ну, Таня новая любовь. По-моему, все об этом знают. Здравствуйте. Ватсап есть группа, где все участники. Еще раз. Для особо одаренных. Слушают за... Иногда ощущение, что вообще ничего не слушают. Да, служебный роман может быть и в плюс. Конечно. Ябланка врущая, ты все врешь. Да. Служебный роман должен быть с тремя девушками. Привет из невыносимо жаркого... Прекращайте нас дразнить здесь. У нас колотун собачий. Снег, дождь, ветер. Вьюга, пурга, метель. Вы пишете Дубай. Конечно же, в Дубае... Там все потрясающе в Дубае. И так, значит, я внимания на таких конченых уродов не обращаю. Мне вообще поферу, что там пишут. Пусть пишут. Пусть пишут дальше. Почему Григорьевским все позволь? Потому что они Григорьевские. Да пусть пишут. Пофигу. Правда, что Захар изменил Яне. Где вы берете эту информацию? Кто вам такое сказал? Я всегда без макияжа. Практически. Я только последний раз красилась... Так, что прям совсем красилась к Майе на свадьбу. Я даже у себя на дне рождения была. Идите все нахуй. Всего доброго. До свидули. Комменты это вообще просто мама дорогая. Главное реакция. Нас уже послали на три буквы. Пойдемте все с удовольствием. Наташ, ты просто котенок. Благодарствую. Понятно, да? Я представляю, что дальше будет. Ждет же реакцию. Какой? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, котятки. Кто такие Григорьевские? Ну, я так предполагаю. Оля Рапунцель. Итак, служебный роман. Кому на Руси жить хорошо? Кому хорошо? У кого служебный роман? Какая-то вы сегодня грубая. Да. Невозможно. Идем хором. Да. Все строим. Спасибо большое. Дай очки погонять. Да. Кто Четрокова? Про диету мне вообще не пишите. Ты моя вечная уебывайте. Просто я, когда читаю такие комментарии, мне становится смешно. Человек кроме вот этого говна больше ничего написать не может. Значит так, там, если я начну материться, будет мало места всем. Ребят, это серьезно. Хотела бы вам сделать ботокс для волос. Слушайте, вчера мне в дирек написала, я не знаю кто, ну, подписчица, что значит, самый классный... Благодарствую. Что значит это? Предлагаю вам сделать ботокс для волос, трали-вали, и начала, значит, на что способен сухой мозг. Вот только на это. Захарьяш с кем сейчас? Сереженька Захарьяш со мной. Он же во всех прямых эфирах это говорит, что у нас роман с ним. Шучу. Так вот. Ботокс для волос. Ваши любимые цветы. Я вообще цветы, друзья мои, терпеть не могу. Я считаю, что цветы это выброшенные деньги. Чем дарить цветы, лучше подарить те деньги, на которые вы хотите купить эти цветы. Да. Вот, пожалуйста. Цветы. Илья Сагриани с директором своим принесли мне три дня и досвидули. А ценовая категория поди три тысячи, если не больше. Одна корзина только на полторы тянет. Поэтому, я считаю, зачем тратить деньги на цветы? Ну, это ладно, это как бы знак уважения. Ну, вообще, вот, если у меня когда-то будет любимый мой человек, я ему скажу, ни в коем случае не приноси мне эти цветы, веники. Не надо. Деньги дай мне. И все, до свидания. Я пойду себе духи куплю. Захар с кем? Захар тоже со мной. Так. С чего вы взяли, что Захар там кому-то чего-то 19 вам будет? Почему это мне Захарьяш не подходит? Мне Захарьяш еще как подходит? Правильно насчет цветов. Да. Я вообще считаю, все верно. Да. Да. Вот смотрите. Я считаю, что кто продает цветы, они обогащаются на нас, на таких дураках. В вазе цветы три дня стоят. Вот эти розы прекрасные, потрясающие, огроменные, великолепные, невероятные, ни черта не пахнут. Три дня стоят, и до свидания. Все, задыхаются в квартире. И все, и выбросили. А мы какие деньги тратим на это все? Алена и Рома, да мисси, мисси. Куда вы все время смотрите вверх? Я смотрю на плазму. Вон мальчик наш, Захар, котенок. И Сереженька Захарьяш. Рыбки мои, красавцы мои ненаглядные. Так, прекращайте мне писать про Кудряшова, не делайте из меня дуру. Вы видели Кудряшову пост? Кто там с вами? Со мной никто, я сама с вами. Ну и вот. Не любите цветы, значит, не романтичная особа. Нет, я не романтичная особа, я реалист. Понимаете? Вот эти все цветочки, лютики, цветочки, это все... Мне теперь муж тоже, только орхидеи в горшках, да? Вот. Покажите, еще чего не хватало. Ебаров и Захарьяш еще не ушли? Так, давайте уломали Женю прийти на проект. Нет, у меня нет ухажера. Смотрите, ребятки, покажите нам, куда вы смотрели. Я смотрю вон туда. Смотрите, друзья мои, рыбки вы мои ненаглядные. Значит, цветы это выброшенные деньги. Что вы любите, когда вам дарят? Наташа, прошел слушок, что я бы выгнали с проекта за нарушение контракта. Это правда? Где прошел такой слушок? Скажите мне. Ларченко обсирала Дом-2, да пускай обсирает. Нет, я не замужем. Котяки, рыбки вы мои ненаглядные. Я не замужем. Давайте поговорим. Я так понимаю, что от Дома-2 дозаебала ты со своими цветами. Ты еще здесь? Ну, да ладно. Заебала, это прекрасно. Это прекрасно! После отпуска у ребят все хорошо. А можно начало эфира повторить? Что? Да, сохраню. Если сохранится, я сохраню. Смотрите, давайте поговорим о том, что вы любите и что вы предпочитаете, чтобы вам дарили в подарок. Вот пишет некий пассажир, который кроет нас здесь, ну, в частности, меня матом. Заткнись. Что там Ебаров? Ебаров жив, здоров. Спрашиваю про ухажера, так как второй раз тема служебная. Да нет у меня никого, ребятки. Наташа, скажи заебу походку. А, вы писали, да? Извините, спасибо большое. Вы просто там начали описывать по поводу всяких там масел всевозможных. Ну, вот в эту процедуру входят там всякие масла. У меня у меня и так голова, у меня и так голова, как говорится, жирная. А кто так матюгается жестко? А я не знаю, кто это. Конченый какой-то пассажир. Да, дорога налево, дорога направо. Ты сам по себе, я сама по себе. Идите нахуй все. Это какой-то конченый, обиженный, опущенный. Тра-та-та-та-та, пароходы. Да, песня потрясающая. Тра-та-ти-та-там, пароходы. И вот пишут мне, значит, да. Ну, я думаю, это взаимно. Да, все мы любим, наверное, когда дарят нам деньги. Потому что отбитая старуха. Да, я такая. Потому что деньги мы знаем, куда применить, на что потратить. И дабы не попасть в просаг и не подарить то, что не нужно человеку совершенно, и чтобы человек потом как бы не думал, господи, не могли подарить что-то другое. Мы любим, когда нам дарят деньги. Пожалуйста, только не пароходы. Да вы, я уже не про пароходы, я уже про бабки рассказываю вам. Про подарки. Не знаю, у меня ничего не видеть. Идите... Ну, думаю, на этом мы будем прощаться с вами. Да, все. Сил нет больше это читать. Итак, дорогие друзья. Короче, я заблокировала этого конченого. Я не собираюсь вот эти вот истории тут. Да, кто там? Что это сейчас, блядь, было? О! Яма! Ага, ну все. Да нет, ну тогда ты можешь ему позвонить? Я думаю, лезь служит не проблема. Секунда. Секунда, Ебаров пришел. Котятки. Всем добро. Давай, давай, я сейчас тебе чак буду. Ну, я вот, я уже уехал, да, сейчас песню писать. Я из больницы от нее уже уехал. Я все ей купил, пока ничего больше не надо. Она мне напишет, что нужно. Ничего пока не сказали. Врач сказал, пока... Врач сказал, пока... Врач сказал, пока анализ там что-то придет. У меня их нету вообще этих хейтеров. У меня все приличные. Наташа, поменяй маску. Зачем? Что за фото завтра? Сзади. Сзади это ничто. Кто в больнице? Никто. Я вам покажу сейчас. Он там в коридоре трындит. Видите, Ебаров ко мне в кабинет приходит. Куртка классная. Спасибо. Тар-таритарам пароходы. И таритарам самолеты. Ебаров. С кем там трынешь уже? Надоел. Еще секунду. Ничего себе чек. Хорошо, сохраню. Ебаров, Ебаров. Дорогие друзья, смотрите. Песиночек попоказать. Сколько лет? Сколько зим? На халяву живем. Вернулся к халяве. Халявку ем. Гляньте, гляньте, уже тырит шоколад. Ешь, мой мальчик, на здоровье. Так, я приехал сейчас песню записать. Так, вон отседок. И я так понял, что шоу мне сегодня нужно ваше сделать. Потому что пропадают рейтинги. У нас не падают никакие рейтинги. Ты мне надоел с своими рейтингами. Может, мы поработаем немножко? Здравствуйте. Здравствуйте. Вон отседок. Мне редактор говорит, что бы я поработал. Может быть, ты редактору скажешь, что ему делать? Подожди. Ты сначала вы? Выдез кабинет и зайдешь. Видите, у нас тут как весело. Яба, привет, с тобой здороваются, Ебаров. Привет, привет. Ебаров, у меня публика интеллигентная. Ты давай мне тут с ума не сходи. Веди себя прилично. Есть сигареты у кого-нибудь? Да. Давай. Держи. Хорошо смотритесь вместе. Спасибо. Мы с Ебаровым скоро дуэт записываем, ребятки. Денчик, куда? Котенчик. А мы когда пишем песню, Ден? Да. Пошли они все к чему. Слушай, мне надо первым писаться. Потому что на шоу же я нужен. Да. И Строкова нужна. Ага. Да. Над первым писаться с тобой. Ебаров сегодня записывает песню. Ебаров, дуй к ребенку. Сейчас после песни поеду к ребенку. Купил подарок ему. Сегодня ему 8 месяцев. Да. Купил огромную машину. Это что? Ольга Васильевна что-то мне звонила. Да? Габузова. Илья, вам этот прически очень... Ябе победу. Спасибо огромное. Ну, во второй этап я прошел. Наверное, это мой будет последний этап. Да, я тоже так думаю. Так как за 5 лет я еще... А, нет, один раз я до полфинала в этом году дошел, да. Ну, это все. Значит, Ебаров, смотри. Говорю вам, вот я его не видела, честно говорю вам. Даже вчера его не видела. Вернее, видела, он мимо меня прошел, даже не поздоровался. Я подумала, да ладно. Вы соленые? Нет, мы не соленые. Они соленые, естественно. Я от Анастасии Гол. Это моя девочка, я суббой по ней схожу. Значит, смотрите, Ебаров... Из-за нее любому ебал разобью. Ебаров, иди себя прилично. Смотрите, значит, вчера, Ебаров, я была в прямом эфире, мне говорят, кому вы желаете победу, кто выиграет. Я говорю, в финал должны выйти Марина Африкантова и Майя Донцова. А они мне говорят, почему вы не желаете победу Ебарову, почему вы о нем изменили мнение? Из чего такие выводы, что я изменила мнение о тебе, Ебаров? Я скажу так. Я, конечно, люблю свою родственницу, но она вчера немножко была выпившим. И она не сказала правду, она все-таки за меня. Вы кому верите, Ебарову? Ебарову никогда не доверяйте. Он еще тот песенок. Илюха, молодец, ты так хорошо похудел. Да, хорошо мне. Нет, говорит. Нет, говорит. Сам с животом ходит и говорит, нет. Это вообще пипец. Я завидую твоей силе воли. Я очень много бегал, я очень много, я час стабильно бегал. Подожди, а ты курить, говорил, бросил. Откуда ты сигарь? Ну я не, тихо так не говорю. Нервы, да. Да, Настя, это было бы не значит, что я курю. Не знаешь, что ты курю? Короче, сенсация, Ебаров с Анастасией Голд. Ну вы больше верьте ему, он же же вечно врет все. Почему врут он? Лысый. Да, ему хорошо. Габузовый что-то мне наяривает, как гитара семи струнные. Ты не знаешь почему. Не знаю. А ты возьми трубку. Не, я не хочу. Ну я в прямом эфире, как я буду трубку брать. Ну сейчас прямой эфир закончится, потом. Ебарову идет лысым, да, ему идет в любом виде. А также, знаете, еще Ебарову идет, когда он... Да, а ты не знал? Конечно. Ебаров лучший, да. Дайте ее почитать, я ее еще не знаю. Яба, что принимаешь? А он пьет таблетки от этого, от ожирения, похудения. Ебаров, ты весь шокодал лад рассыпал по полу. А-ла-ла-ла-лай, пароходы. Когда мы с тобой дуэт будем записывать? Песня как тебе. Отличная песня. Да, я вчера слышала ночью. А мы в прямом эфире дадим послушать ребятам новую песню, только чуть-чуть, клочок. Не уеду никуда, пока вас смотрят. Зачем ты будешь... Не надо? Не надо. Лучше в эфире, допустим. Лучше в эфире мы ее пустим, конечно, а то потом неинтересно будет. Блюменкранц пришел на проект. Да, вчера Валера пришел на проект. Внеплановый заход был у него вчера. Он пришел вчера к этой, Анастасии Голд. Ага. Это ты... К Любе? Нет, ненормально. Итак, дорогие друзья, я бы поет супер, да. Когда мы с тобой дуэт будем записывать? Давай. Песюночек-то мне. Не, правда. Ты постоянно на работе. Когда у тебя выходной? Нет, я не постоянно на работе. В субботу у меня выходной. В субботу. А на субботу выйдем. Но это только вечером. Поздно. Да. Тари-тарам, пароходы. А тари-тарам, самолеты. И тари-тарам, пароходы. Видите, мы как кисло... Денчик подключается. Ебаров прилетел. Слава тебе, Господи. Ты больше на острова не поедешь? Ты мне надоел. У меня нет сил. Будешь тебя ждать. Все. Я до апреля уезжаю. Бля. До апреля? Какие ли я курить сигареты? Гляну сейчас. Парламент найт. Парламент найт. На последние без сдачи. Он когда покупает сигареты, говорит, сдачи не надо. Да. Ебаров, он такой. Все, друзья мои, котятки, мы пойдем это точно что-то курить. А они считают, что мы что-то принимаем, Илюха. Конечно. Да, естественно, мы принимаем. А как же? Кофеек, чаек, курева. Под колесами сейчас попал. Ко-как. Кинули. Угар. Думаем, что за нами хорошо. А как же? Без приема, как говорится. Добрый вечерок. Ребят, мы всегда трезвые. Просто мы позитивные. Мы позитивные, да. Не умеем радоваться жизни. Да. И это правда. Это правда, Илюшенька, милый мой. Таритарам, пароходы. Опять, блядь, мне это... О, прилипла эта песня. Так, давайте поговорим, да. Расскажи свои секреты. Так. С кем ты изменял голд на островах? Я не изменял ее вообще. А почему ты тебя еще не выгнали, блядь, с проекта? А за что? Как за что, за яхту? Я, Настя, не изменял. Не изменял? Нахер мне это надо. Так. Когда-то с маменькой таки его гуляла. Так. Манюня девочка прелестной красоты. Она прохожая красотою. Удивляла. Балка твоя. И незнакомые дарили ей цветы. Люба, Любонька, целую твои губоньки. За то, что ты поешь, как соловей. Сегодня ты на Брайтоне сияешь. А завтра, может, выйдешь на Брадей. Так, Илья, помогаешь Алене? Помогаю. Так. Какой у меня рост? Метр семьдесят шесть. Поете супер. Спасибо. Метр семьдесят шесть. А зачем Брил шевелюру? Потому что волосы выгорели. Сейчас вот как раз... Восстанавливается все. Восстанавливаю их. А ты в чьей команде? Я у Бородиной. Так. Восстанавливаю вас запись. Я бы похож на Богдана. Но это мой сын. Это он похож на меня. Я бы лучше. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое. Илья, вам так очень даже хорошо. Спасибо огромное. Илья, еще есть люди, которые с тобой на вырос. Говорят. Видишь, у меня интеллигентная какая-то. У тебя очень хорошие подписчики, кстати. Они все практически мои. Потому что я тебя пиарю постоянно. Они все подписались на тебя. Так. Крутые. Спасибо. Багдаш Лапонька. Согласен. Согласен. Ты молодец. Спасибо вам огромное. Черно худеет, черно жиреет. Набрала еще 37 килограмм. Что ты плечел? Вот. Уже два дивана сколотили ей. Прекращай пиариться за счет чего? Так. Привет из Караганды. Караганда, привет. Так. Ему, да, ему сегодня 8 месяцев. Вот сейчас хочу быстро песню записать, шоу, чтобы отснять быстро. И поедем отмечать. 8 месяцев. Надо сыну подарить подарки. Да, и с Андрюхой общаюсь, и с Сашей Годзес общаюсь. Так. Со всеми общаюсь. Привет, 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 привет. Привет из Читы. Чита привет огромное. Ртищева. О, Саратовская область. Ртищева привет. Да. Да. Привет Тверь. Тверь Челяба. Чебоксара, я так понял. Бедный Йоси. Согласен, Йоси вообще бедный, не знаю какой. Так. Сашка Йоси еще не сожрала? Она его, она его жрет пока. Нет, Сашка хороший, дичонка. Сашка умничка, девочка наша ненаглядная. Беларусь, привет. Привет с Хабаровска. А ты видел последний пост Кудряшова? Нет, а что там? Все уже. Да, мы вчера обалдели то, что она шапку профиля поменяла уже, рекламу дает. Рекламу дает, а я вчера с ним очень переписала. И что, она не хочет возвращаться? Серьезно? Нет, Кудряшов выставил пост. Что, что? Ушли. А с кем ты общалась? В больнице? Видео он выставил. А, а. Он видео выставил. Я с подписчиками общалась. Пойдемте покурим, скажем. Да, мы пойдем, значит, в лес, котятки. Сейчас записываться потом. Все, покасики, любим вас крепко. Сейчас Ебаров выйдет в прямой эфир, а я через него подключу, чтобы подписчиков набрать. Пока. Пропиариться. Покасики. Привет, Воронеж. А Денчик же не курит.